МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого городского служба новостей город в студии Виолетта Гришина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях четверга, 23 августа. Смотрите в ближайшие минуты. Мне просто интересно, чтобы это Юрий хозяин был. За что мы такие обиду сделали? Мы все спасли, обидели нас плюс нашу семью. Из пиратского плена в долговую яму, когда морякам судно Кулестер выплатят зарплаты. На эту пенсию не знаю, как прожить. Здесь вам не место. На улице Григо запретили уличную торговлю, что послужило основанием и предоставит ли продавцам новые прилавки. Личные прогулки вне закона. Как безопасно отдыхать и калининградцам, и гостям города? Забор заканчивается, и, к сожалению, больше ничего нет. Ни каких-то стоек для ворот и так далее. Будь готов, госавтоинспекция отправилась в рейд по школам города. Какую оценку получили директора? Денег на магистрали к чемпионату не хватит, зато Храброва вскоре заработает в новом режиме. Ну а теперь подробнее. Они пережили пиратский плен, а теперь вынуждены судиться со своим работодателем. Моряки в Калининградском порту уже месяц живут на своем корабле. Вот эта пуля. Вот здесь. Она бронебойная. Внутри вот сердечник металлический. Видите, вот эти патроны. Пули в руке, как напоминание о трех сутках кошмара в негирийском плену. Евгений Шкода и другие моряки узнали на собственном опыте, кто такие пираты 21 века. Их судно Кул Астер было захвачено прямо на рейде в порту Лагоса. На борт дали очередь с пулеметом перед рубкой. Это секунды дела. И там, как команда, четыре человека, специальная подготовка. У нас кодовые замки, как домофоны в квартире. Они не могли двери взломать быстро. Очередь с Калашникова, двери расстреляют, замок врываются. Я высказаю, что у меня сразу в коридоре уже с пулеметом. Пулемет в живот, значит, наверх. По словам моряков, вооруженные до зубов бандиты сначала хотели отогнать судно в безопасное место, чтобы поживиться грузом. Трюмы были заполнены замороженной рыбой. Но позже от этой идеи отказались. После нескольких дней издевательств и унижений команду отпустили. Перед этим обобрав экипаж до нитки. Не брезгали даже нижним бельем. Были компьютеры, телефон, часы, шмотки были, сумка. Все, они свернули в сумку и забрали. Я остался. Забрали вплоть до нижнего белья, не говоря уже о вещах. Казалось бы, все худшее было уже позади. Но по возвращению в порт Калининграда моряков ждало еще одно испытание. Судовладелец неожиданно решил забыть о своих обязательствах по контрактам. Теперь экипаж пытается получить заработанные деньги. Сначала он даже трубку не брал. То есть потом звонил с криками, что я вас всех бросил, что я больше не судовладелец. Рефрижератор Ку Астер принадлежит фирме из Мальты. Зафрактована неким гражданином Эстонии. Это стандартный случай офшорного судовладения. Там Гайденко этот человек, который выдавал себя за судовладельца, но при этом орал, я не судовладелец. Он там фигура доизвестная в Таллине. И действительно владельцем судна является банк-завогодержатель. Как только банк посмотрел на такие приключения, он это судно изъял. В порту судна стоит почти месяц. Тем временем дома моряков ждут семьи. Уже начали копиться долги. А на своего работодателя у экипажа глубокое чувство обиды. Судно арестовано и ждет своей участи в рыбном порту. На борту нет ни света, ни воды. Пищу приходится готовить прямо на улице. Команда не отчаивается. Пиратов пережили и это переживем, говорят они. Сейчас морякам остается дождаться решения Калининградского суда, после чего они наконец могут вернуться домой. Но забыть весь пережитый плину кошмар уже не получится. Глеб Федотов, Константин Казанцев. Глубы новостей город. Добраться в область теперь дороже. На некоторые пригородные маршруты автоперевозчики подняли цены. Власти не препятствуют повышению тарифов, но пассажиры, естественно, недовольны. С 1 августа билеты подорожали на 10 пригородных маршрутах. Это произошло из-за перезаключения договора с автоперевозчиками. По договорам 2008 года в качестве эксперимента проезд понизили, и автоперевозчики работали себе в убыток. Именно поэтому теперь цены выросли. К примеру, проезд до Зеленоградска составит 53 рубля. До этого к побережью можно было проехать ровно на 10 рублей дешевле. Безопасные речные прогулки в Калининграде. Этим вопросом сейчас задаются как спасатели, так и полицейские на воде. На днях на реке Пригуля был задержан прогулочный катер, водитель которого напрочь забыл про меры безопасности. Водная полиция его не раз предупреждала, но все безрезультатно. В итоге нарушитель заплатит штраф в 100 тысяч рублей. Главное в этой истории, что никто из пассажиров все-таки не пострадал, но наша съемочная группа решила выяснить, как же можно провести отдых на воде без риска для жизни. Александр уже много лет работает капитаном катеров и яхт. Его коллеги по водному цеху знают, что у него все точно. От количества человек на борту до поворотов на речном маршруте. На наших катерах безопасно кататься. У нас удобные мягкие сидения. Есть, имеются на борту спасательные жилеты, спасательные круги. Трап удобный, по которому люди спускаются и поднимаются с борта или на борт. Но в отличие от Александра, у которого все по полочкам, есть в водном бизнесе и те, кто на таких перевозках зарабатывает, невзирая на безопасность пассажиров. Несколько дней назад у Стеллы Юность пришвартованное судно задержали водные полицейские. Оказалось, что капитан осуществлял перевозки с нарушениями техники безопасности. Детям не предложили спас-жилеты, а трапа для посадки не было вообще. При этом накануне, буквально за неделю до этого, капитан судно дважды мной привлекался к административной ответственности за те же нарушения. Выводов не сделал. Поэтому с группой сотрудников УБЭП было проведено мероприятие, в результате которого судно было задержано, помещено на стоянку. И случай этот не единственный. Чаще всего капитаны попадаются за излишний груз на своем судне. Сейчас в городе ни одна структура не занимается контролем речных маломерных судов. Поэтому все желающие прокатиться по приголе для своей же безопасности должны проверить у капитана наличие лицензии. Ну, во-первых, на каждом судне есть копия лицензии. То есть можно подойти к капитану и спросить копию этой лицензии, он должен ее предъявить. В Калининграде только 8 катеров имеют лицензию на перевозку пассажиров и проведение экскурсии. В этом списке и судно Александра. Сейчас у всех жителей города и гостей остался всего месяц. В конце сентября водное пространство для прогулок закроют. Алексей Колодкин, Елена Кивенко, Константин Казанцев. Служба новостей. Город. Торговля цветами с угрозой для жизни. Палатки на улице Григо 23 августа демонтировали. Десятки продавцов лишили своих рабочих мест. В чем причина таких мер и какое будущее ждет уличную торговлю в Калининграде, попыталась выяснить наша съемочная группа. Цветочные палатки на углу улицы Григо работают уже 15 лет. А бабушки, которые торгуют дарами своих огородов, и того больше. Такая торговля по закону является нелегальной. Городская администрация не давала разрешения на такую деятельность. Валентине Николаевне Певцовой 78 лет. Из них 32 года она продает фрукты и овощи на Московском проспекте. Раньше у пенсионерки было и хозяйство, и скот, а сейчас ничего не осталось. Огурцы, яблоки, черная смородина – единственное подспорье и возможность заработать денег. На эту пенсию не знаю, как прожить. Даже 200 тысяч нет. Понять пожилых можно, но такая торговля нарушает закон и явно не украшает улицы Калининграда. А вот цветочные палатки по соседству и того больше угрожают жизни и здоровью человека. Торговля ведется прямо на тротуаре и мешает пройти пешеходам. Жители окрестных домов жалуются во время привоза товара. Продавцы занимают весь тротуар. Приходится выходить на проезжую часть. Особенно это возмущает молодых мам. Плюс ко всему, местоположение палаток нарушает правила дорожного движения, закрывая от водителям обзор на перекрестке. Но, несмотря на такие факторы, многие калининградцы не собираются отказываться от услуг уличных коммерсантов. Сама ничего не боюсь, потому что я прихожу, если нужно, я помою. И если сравнить даже и магазин, в магазин также приходят люди больные. Похожие ситуации уже были ранее. В июне в Калининграде проводили рейд. В итоге было выявлено множество мест несанкционированной торговли. Спустя время люди продолжали торговать без разрешения. Таких точек по сведению администрации в городе больше сотни. Причем многие из палаток даже нельзя назвать таковыми. Различных конструкций из досок с натянутыми тентами однозначно не должно находиться на улицах Калининграда. Это некий элемент эволюции торговли, что он должен в новый уровень переходить. То есть, если люди работают в городе, то они должны работать с разрешительными документами, должны быть в основных местах установлены. И мы не говорим о массовом уничтожении торговли. Мы говорим о приведении их в нормальное цивилизованное русло. Первые шаги к соблюдению норм и законов уже сделаны. 23 августа перекресток Григо-Московский проспект освободили от палаток. Они попросту были демонтированы в соответствии с постановлением. Торговля торговлей, а законы соблюдать надо. Теперь уличным торговцам придется продолжать работу в специально установленных для этого местах и с соответствующим разрешением. А вот бабушек эти изменения не коснулись. Как пояснили в администрации, они вне их компетенции. Пенсионерами будут заниматься правоохранительные органы. Алиса Лебель, Виталий Сырцов, Дмитрий Казаков. Служба новостей город. Собак в городе не будет. Специалисты Роспотребнадзора запретили выгул животных на центральных улицах. В этот список также попали парки, территории возле школ, детских садов, скверы и, конечно же, площади. Выгуливать своих питомцев теперь можно только в малолюдных местах. В Ленинградском районе это улицы Литовского вала, Ефремова, Галецкого, Парковая аллея, Согласия, Ялтинская, Арсенальная, Молодой гвардии, Островского. Но даже на разрешенных маршрутах собаки должны быть на поводках и в намордниках. В противном случае хозяину придется заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Прокомментировала нововведение заводчик калининградского питомника. В нашей стране нужно воспитывать не только собак, но и людей, которые содержат таких собак. Собак на самом деле не место в центре города, на детских площадках. Собак нужно выгуливать в местах предназначенных для выгула собак. И обязательно любой собакой, что маленькой, что большой, нужно заниматься дрессировкой. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Забор заканчивается и, к сожалению, больше ничего нет. Ни каких-то стоек для ворот и так далее. Будь готов, госавтоинспекция отправилась в рейд по школам города. Какую оценку получили директора? Денег на магистрали к чемпионату не хватит, зато Храброва вскоре заработает в новом режиме. В Ситалии ничего не болит, значит, уже замечательно. Поплавала, сауну приняла. Ваши хорошие новости – традиционный опрос Первого городского. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Школам поставили оценки только по безопасности. Сотрудники ГИБДД проверили директоров калининградских образовательных учреждений на готовность к новому учебному году. С конца июля только в Ленинградском районе 17 образовательных учреждений не прошли проверку. Сейчас пролиция проводит второй обход с целью выяснить, сделали ли директора работу над ошибками. Ну а подробности узнаете у Ильи Ишутина. Забор заканчивается и, к сожалению, больше ничего нет. Ни каких-то стоек для ворот и так далее. Конечно, здесь должны стоять все объездные ворота обязательно. Вместо ворот дыра, на асфальте ямы, а знак зарос листвой. Школа номер 30 по улице Зеленой далеко не на отлично подготовилась к новому учебному году. Ее состояние проверяют сотрудники ГИБДД. Предыдущая проверка проводилась в конце июля. Тогда были даны предписания и рекомендации. С тех пор мало что изменилось. Но в отличие от пожарной охраны, сотрудники ГИБДД не в состоянии закрыть школу из-за нарушений. Конечно, дети пойдут. Но придется, вероятно, выставлять дополнительные силы ГИБДД, отвлекать патрульные автомобили на то, чтобы стояли на этих воротах, так сказать, на въездах или приближать иным образом. Но не все наказы ГИБДД были оставлены без внимания. Вблизи школы установили заборы, ограждающие детей от проезжей части. Правда, не везде. На каждое учебное заведение выделено всего по несколько метров конструкции. На улице зеленый дорожный перекресток и напротив выхода со школы 38 тоже были выполнены эти работы. Значит, место аварийное в том смысле, что как раз находится перекресток и выход со школы. Предписания по оборудованию территорий школ знаками и воротами в полиции не ограничатся. С первых дней сентября в младших классах проведут профилактические беседы о безопасности на дороге. Школьникам подарят светящиеся в темноте стикеры и повесят в коридорах информационные плакаты, хотя сами ученики по-своему относятся к укреплению школьной территории. Но в городе есть школы, которым просто не повезло с расположением. К территории школы 43 прилегают сразу две оживленные дороги – Советский проспект и улица Нарская. Лежащими полицейскими и знаками здесь проблему не решить, поэтому в ГИБДД решили пойти дальше. Уже в этом учебном году на этом переходе по улице Нарской поставят новый светофор. Это поможет сделать путь от школы до дома еще безопасней. Илья Ишутин, Виктор Буздин, служба новостей «Город». В детских учреждениях области не соблюдают санитарные нормы, а в сентябре 2013 года аэропорт Храброво заработает в полном режиме. Подробнее об этих и другие не менее интересные новости в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Строительство высокоскоростных магистралей к чемпионату мира 2018 года отказано. Основная причина – высокая стоимость проекта. Государство должно было оплатить 70%. Дорогу из Москвы в Санкт-Петербург оценили в сумму больше триллиона рублей. А строительство в магистрале «Москва-Екатеринбург» обойдется в два раза дороже. Таких денег в федеральном бюджете не нашлось. Пятитысячные купюры не берут в автобусах. В компании «Зеленоград Транс» кондукторам запретили принимать у пассажиров такие банкноты. Нововведение связано с ростом фальшивок и тем обстоятельством, что кондукторы не могут дать сдачу и люди проезжают бесплатно. Инспекция планирует проводить рейды. В двух детских учреждениях области зафиксированы эпидемии сальмонулеза и нововируса. Роспотребнадзор обнаружил массовые нарушения санитарно-эпидемиологических норм советский и пионерский. По фактам составлены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений. Аэропорт «Храброво» заработает на всю мощность в сентябре 2013 года. Такое заявление сделал губернатор области Николай Цуканов. Реконструкция аэропорта ведется полным ходом. После ремонта «Храброво» сможет принимать широкофюзеляжные и дальнемагистральные самолеты. По маршруту «Калининград-Советск» пустят дополнительный поезд. Это связано с началом учебного года, а также для удобства студентов из других городов. Движение откроется со 2 сентября. Расписание оглашено на сайте ЖД. Курсы валют на 24 августа. Доллар США – 31,68 рубля, евро – 39,75 рубля, литовский лит – 11,52 рубля, польский злотый – 9,88 рубля. Колье из ткани, новогодние игрушки из металла, причудливые формы и невероятный дизайн. В музее Янтаря открылась выставка выпускников школы Шароновых. В коллекции только самые необычные вещи. Эти ювелирные изделия известны на весь мир и даже были подарены первым лицам страны. Ну а подробнее у Полины Степанюк. Это их первый экзамен по ювелирному дизайну. В Тольятти школа Шароновых работает уже 12 лет. Это полноценный университет, где студентов учат выражать свое «я» через металл, камни и другие материалы. Дарья Нестерова только окончила первый курс и уже за три месяца учебы познала не только теорию изготовления декоративных изделий, но и своими руками сделала новогоднюю игрушку в сложной технике. Мы набираем скань из тонкой скрученной коволки, провальцованной, набираем наклей на бумаге, потом мы приступаем к процессу пайки, паяем серебряным припорем. Набирала я на плоскости, а впоследствии дефовала по форме, чтобы получить цилиндрический объем. Литье, пайка, оксидирование и выпиловка – это только часть техник, в которых работают студенты. Проявить себя – вот задание, которое они должны выполнить. На выставке в музее янтаря представлено более двухсот необычных работ. Колье для шопоголиков, кольца, музыкальные шкатулки и другие. И все из простых материалов – латунь, бронза, медь, камни, стразы и даже дерево. Как считает основатель школы, это только подпорка для будущей карьеры. Они все сделаны из цветных материалов, то есть здесь нет драгоценных материалов, так как это учебное заведение, но научившись работать с цветными материалами, не составит ребятам трудости на ювелирных производствах выполнять это же самое. Сейчас по специальности художественная обработка металла и камня бесплатно учатся группы по 8 человек. Больше не позволяет оборудование. Руководители – сами художники-ювелиры со стажем – сумели объединить лучшую русскую и европейскую школу. Но приветствуется любое проявление в учебе. Студент совмещает, преподаватель корректирует и в общем в конечном итоге выходит. Мы считаем, что бездушных изделий и так хватает. Поэтому всегда убеждаем ребят в том, что бояться ничего не нужно. Всегда стараемся окрылить, поддержать. Многие студенты уже прославились своими работами за рубежом. Одна из выпускниц работает главным дизайнером в доме Фаберже в Лондоне. А в прошлом году на международном конкурсе по прикладному искусству двое из двухсот участников попали в двадцатку. Но преподаватели редко выбирают любимчиков. Они разного уровня и разных курсов. И лучшая работа – это, наверное, та, которую они сделают завтра. Все украшения хранятся в школе Шаровых. Желающих купить дизайнерские вещи много. Но, как считают руководители, это не ради денег. Поэтому работы не продаются. Чтобы поделиться опытом в Калининграде, проходят практику четыре человека, которые, возможно, в будущем и в нашем городе смогут дать волю юным талантам. Полина Степанюк, Константин Казанцев, Служба новостей город. Ну а сейчас в эфире наша традиционная рубрика «Опрос». Корреспонденты Первого городского ежедневно выходят на улицы города и узнают у калининградцев, какие у них хорошие новости. С внучкой удалось погулять сегодня. Вот и у меня хорошие новости. Встали, ничего не болит, значит, уже замечательно. День хороший, погода хорошая, лето на исходе. Вот радуемся теплу. Узнала 1 сентября линейка во сколько. Пожалуй, Степан, пока на этом. Мы ждем малыша. Ну иду из Альбатроса, поплавала, сауну приняла. Бодрая, веселая, спортом надо заниматься. Поступила в университет, вот, окончила 11 класса, поступила на лингвистику и очень рада. Ну вот сегодня дочка вылетела в отпуск. А у меня много хороших новостей. Я мануал научился на 5 метров делать. Это, короче, на скейтборде трюк такой. Ко мне приехали родственники из другого конца России. Встретилась с родственниками, отписала свадьбу. Ну а на этом все. Если вам есть что рассказать городу или вы стали очевидцем интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамейл.ру И я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем сайте 1городской.ру. Там же вы можете увидеть онлайн-трансляцию телеканала. Ну а в студии была Виолетта Гришина. Всего доброго и до скорой встречи! Продолжение следует...